добрый день дорогие друзья с вами елена виктория можно просто века и оператор и приветствуем вас на мастер-классе на необычном посвященному плетению вот таких вот хвойных веточек из поэток и бисера сразу скажу что я об этом буду говорить мастер-классе что у меня количество поэток не позволило сделать большее количество веточек всего 4 и также наличие проволоки у меня проволочка только была потолще 0 4 миллиметра и именно поэтому я решила сделать эти веточки в петельной технике если есть проволочка потоньше можно сделать такую красоту и в игольчатой как только получу свою долгожданную посылочку вполне возможно обязательно с вами поделюсь еще и другой техникой плетения веточек из поэток и бисера но не будем терять времени приступим к работе для работы нам понадобится проволока желательно 0 4 миллиметра у меня серебряного цвета можно использовать зеленую даже лучше но у меня к сожалению ее в наличии нет также вам понадобится линеечка и ножнички либо кусачки для обмотки ниточки мулине мулине коричневого цвета либо флор лента коричневого цвета и теперь пайетки пайетки а дело в том что у меня каждый пакетик был всего по два грамма это очень мало то есть у меня сейчас здесь в контейнере пайетки такого какого-то зелено золотого цвета вот здесь кажется золотой на самом деле когда они лежали вместе с зелеными они все-таки с оттенком может быть оливы или еще чего-нибудь поэтому вам понадобится пайетки у меня диаметром 5 миллиметров можно использовать 6 7 и бисер бисер китайский матовый номер 11 что мы делаем мы с вами набираем на проволочку достаточно большое количество пайеток и бисера что мы делаем мы набираем две бисеринки одна пайетка затем опять две бисеринки одна пайетка и так мы с вами набираем 10 пайеток после 10 пайетки мы набираем с вами 4 бисерины и затем опять все повторяется пайетка две бисерины пайетка две бисерины таким образом снова набираем 10 пайеток после 10 пайеток все повторяется я набирала много несколько метров и И сейчас мы с вами сплетем один элемент, оставляя свободный хвостик проволоки, примерно 10 сантиметров длиной. Берем пока это нам не нужно. И далее вот здесь будет очень легко отсчитывать, даже не нужно. Вот там, где вы видите промежуток из четырех бисерин, две убираете, вот так отодвигаете. А вот эти у вас две слева, две справа и здесь как раз 10 пайеток между ними. И скручиваете петельку, скрутка под петелькой, три раза. Немножечко сплющиваем петельку. Таких петелек на одной проволочке нам нужно сделать всего четыре штучки. Снова придвигаете и смотрите, ага, здесь четыре бисерины, две убираем, оставляем две. То есть здесь у нас должно быть 10 пайеток, я в процессе набора считала. И точно так же близко-близко к основанию первой петельки скручиваем три раза. Далее снова повторяем эту процедуру еще два раза. Находим нашу низочку с четырьмя бисеринками, две убираем, передвигаем вплотную практически. И скручиваем, раз, два, три, сжимаем. И последний раз, так, четыре бисеринки. Поэтому здесь даже считать не нужно, считать нужно в процессе набора. Ну, это такая вот достаточно монотонная работа, достаточно быстрая. За несколько часов можно набрать несколько метров. В принципе, все, что вам необходимо. Три раза. После этого мы с вами отрезаем проволоку от катушки. Далее формируем с вами вот такой вот цветочек. Вот на одну веточку вам нужно от трех до четырех вот таких вот элементов. Как их сказать? Четверных элементов. Из четырех петелек от трех до четырех. После того, как вы сплели нужное количество таких заготовочек, в зависимости от того, сколько веточек вы хотите сплести, далее вам нужно также сплести верхушечку. Для этого на ту же самую проволоку мы набираем в точно такой же последовательности пайетки и бисер. То есть пайетка. Сначала две бисеринки, пайетка. Две бисеринки, пайетка. И таких подходов четыре раза. Четыре раза по десять пайеток. И затем последний, пятый раз у меня проволока запутается. Пятый раз набираете уже не десять пайеток, а двенадцать. Это будет верхушка. Мы с вами также оставляем свободный хвостик проволочки сантиметров десять. И уже здесь у нас, вот в первой петельке будет двенадцать пайеток. Скручиваем петельку, скруточка под петелькой три раза. И далее уже также скручиваем, даже не меряем ничего, находим вот где четыре бисеринки, скручиваем четыре петельки. Но эти петельки у нас уже, если вы помните, состоят из десяти пайеток. То есть они будут чуть-чуть покороче. В результате у нас получится верхушечка. Так, три раза скруточка, немножечко сжимаем петельки. Так, снова находим, где четыре бисеринки. Плетется достаточно быстро. Ну, еще раз говорю, набирать, вот сидеть монотонно. Можно что-нибудь смотреть, там телевизор или еще что-то. Так, у меня запуталось, извините, последнюю петельку нужно завершить. Так, все. Все, завершаем нашу последнюю петельку. Тоже она из десяти пайеток. Значит, напоминаю, сама верхушка, первая петелька из двенадцати пайеток, остальные четыре из десяти. Все, убираем с вами. Отрезаем проволочку. У меня остался маленький кусочек. И теперь мы должны, конечно же, вот этому безобразию придать форму. То есть самая длинная петелька, высокая, она у нас сюда. А эти четыре по сторонам, как квадратик. Немножечко приподнимаем. У вас получается вот такая вот верхушечка. И далее мы скручиваем несколько раз. Также сразу покажу вам, что вам нужно укрепить верхушку. Иначе у вас вес, веточка, вот этой проволочки держать не будут. Для этого я советую настоятельно использовать проволочку 0,5 мм в диаметре. Wire number 24. Ну, если нет, можно воспользоваться двумя отрезочками проволочки 0,4 мм. Я отрезаю примерно 25 см все-таки проволочки 0,5 мм. Напоминаю, если нет 0,5 мм, возьмите два отрезка проволочки по 25 см в длиной каждой, но 0,4 мм. У меня 0,5 мм. Просто знаю, не у всех есть 0,5 мм. И далее завожу за одной из петелек. Смотрю, где она лучше проходит к основанию. Опускаю все вниз и скручиваю. Раз, два, три, четыре. Все, мы с вами укрепили верхушечку, основу. Скажем так, пока стебелек. И после этого мы начинаем сборку. Для этого мы берем с вами ниточки мулины. Прямо вот в 6 сложений, как они есть, коричневого цвета. Придвигаем все нужные элементы. В данном случае у меня, ввиду того, что темно-зеленые пайетки закончились, я вот один ярус сплела из оливкового-зеленого. О том, о чем я вам говорила. Я сейчас его и использую куда бы, куда бы. Наверх, может быть. Наверное, вот так сейчас сделаем. Итак, мы берем с вами ниточку. Берем вот эту уже укрепленную верхушечку. Ниточку мулины заводим за одну из петелек. Так, чтобы она прошла прям к основанию. Вот так. И начинаем с вами обмотку. Вести вниз на полтора сантиметра. Поправим потом на полтора сантиметра. Нужно проверить. Так, все более чем достаточно. Теперь берем, наверное, вот эту все-таки светленькую. Находим, где у нас вот промежуток. Вот. И именно сюда вставляем нашу верхушечку. Далее снова начинаем обмотку вниз. Все проволочки держим параллельно друг к другу. И снова на полтора сантиметра. Так, проверяем по линеечке. Я даже увлеклась процессом. Далее снова находим, где у нас петельки расходятся. Ага, вот здесь. Вкладываем нашу верхушечку вот сюда уже. В этот элемент. Вот так. Приматываем. И снова у нас обмотка идет вниз на полтора сантиметра. Я показываю вам, чтобы потом не говорили, что вам непонятно, не видно. То есть, вот все показываю. Итак, для тех, кто... Вот здесь буквально один человек мне писал, что ничего не видно, кроме букв. Вот эти буквы всегда здесь будут. Ввиду того, что в ходе последних событий почти год назад мы уже с вами разбирались, кто постоянно со мной на канале, что мои видео выкладывали и выдавали за свои мастер-классы. И также вот в крайнем углу верхнем левом постоянно логотип Кошка 2015. Это первое слово, скажем так, название моего канала. Кошка 2015-цветы из бисера. Итак, это полтора и последнее. Поэтому эти буквы не могут вам никак мешать. Я работаю в нижней части, скажем так, экрана, буквы наверху и в уголочке. Итак, и сейчас мы с вами уже заканчиваем. Вы можете продлить, но вот мне это более чем достаточно. И сейчас мы с вами уже будем решать, какой вот длины нам нужно обмотать непосредственно вот этот вот, скажем так, основной стебелек нашей веточки. То есть самая длинная у меня вот обмотка, я ее покажу. Вот здесь она 5 сантиметров длиной. Другая 4. Вполне возможно, это тоже нужно сделать 4 либо 3. Что я буду с ними делать, я еще точно не решила. Я просто вот показываю вам возможность сотворить красоту из пайеток и бисера. Сразу говорю, что если у вас нет пайеток зеленого цвета, это вовсе не означает, что вы не можете сплести хвойные веточки из пайеток и бисера. Как я уже говорила неоднократно, вы можете воспользоваться любым цветом и сделать, например, композицию монохромную, как у меня розочка. То есть веточки сделать, к примеру, из розовых пайеток. Потом какой-то другой элемент, если я додумаю, сделаю композицию, обязательно поделюсь с вами, тоже можно сделать из розового другого оттенка и будет очень-очень красиво. То же самое можно сделать и синим, и с фиолетовым, и с оранжевым, да со всем чем угодно. Итак, я думаю, все, вот тоже я до 4 дойду. И это более чем достаточно. Я заканчиваю обмоточку. Отрезаем. И ниточки мы, конечно же, закрепляем с вами капелькой клея. При высыхании он становится прозрачным. Клей любой, к которому вы привыкли. После этого мы с вами придаем форму нашей веточке. Немножечко отгибаем петельки на себя и немножечко их вот так вот выгибаем к себе от центра. Чуть-чуть. Они, в принципе, у меня уже были так вот выгнутые. Но дело в том, что мы с вами сделали, собирали, и вполне возможно, что они помялись. И вот этот вот ярус из более светлых опоеток, в принципе, здесь и не видно. Может быть, вот здесь я не вижу просто. Но будет даже очень симпатично смотреться. А далее вы можете использовать эти веточки, как я уже сказала, как хотите. Вы можете оставить одинарные и потом оформить композицию. Можете, например, собрать двойные веточки. Одна выше, другая ниже. Можете собрать тройные веточки. То есть вот так. А можно сделать и вообще вот это я еще не собрала. И вот так вот. То есть вот все зависит от ваших возможностей, фантазии и, конечно же, запасов пайеток у вас. У меня это все. Больше у меня зеленых нет. Поэтому я еще не знаю, оставлю я их одинарными, либо сделаю две двойных. Еще посмотрю. Ну что ж, я надеюсь, что мастер-класс по созданию хвойных веточек из опоеток и бисера вам понравился. Сразу скажу, что, конечно же, эти хвойные веточки можно сделать и в другой игольчатой технике. Но ввиду того, что у меня нет более тонкой проволочки 0,3 мм, я решила показать вам петельный. Но надеюсь, что от этого они не стали менее красивыми. Они очень необычные, блестящие. И пока за окном еще зима, причем уже 2021 года, мы вполне можем с вами и дальше продолжать творить именно какие-то зимние элементы для декора впоследствии и зимние композиции. Пожалуйста, ставьте ваши лайки, пишите ваши комментарии, задавайте вопросы. и, конечно же, подписывайтесь на наш с оператором канал. Канал Кошка 2015-Цветы из бисера, запятая бисероплетения, запятая МК, что означает мастер-класс. Ну, а на этом все. Всем пока-пока. До новых встреч. Пока.